Ребята, всем привет! У нас продолжается отпуск. И в этот раз мы едем в Калмыкию на побывочку. Дома не был год. Ольга там вообще ни разу не была. Хочу ей показать места моей юности. Ты готова? Готова. Как морально? Да. Или физически? И морально, и физически готова? Да, готова. Все, видите, ответ был утвердительный, так что едем в Калмыкию. Заранее я зашел в Блаблакар, посмотрел, сколько машин сего дня едут в Листу в Калмыкию. И вы знаете, нашел отличный вариант. Отправление в 9 часов вечера. Стоимость поездки 1700 рублей. За двоих это будет 3400. Это выгодная стоимость, так как стоимость поездки из Москвы в приютное стоит 2200 на одного человека. По крайней мере, год назад так было. 2200? 2200, да. А тут экономия целых 500 рублей на одного. На двоих тысячи. А мы же всегда стараемся совершать только выгодные покупки и поездки. Отправляется маршрутка с метро Домодедовская. Вроде как это должно быть Peugeot Boxer или Sprinter. Комфортабельное. Будем надеяться, что так оно и есть. С откидывающимися сиденьями. Мы приехали на станцию Домодедовская. И сейчас нам нужно найти наш Peugeot. Вышли мы на Каширское шоссе. Видите, вдалеке торговый центр Домодедовский. Звоним водителю Жене. Алло, Женя. Добрый день. Мы с вами сегодня едем в Элисту. Мы подъехали на Домодедовскую. Теперь бы сориентироваться, где вы стоите. Так, Снежная Королева я вижу. Дублер я тоже вижу. Мы в этот выход и вышли. А дальше как? Я вышел на стороне Снежной Королевы. А, все, все, все увидел. Подходим. Посули. Где-то на аварийке тут стоит Peugeot-боксер. Мы на что едем? Давай где-нибудь засядем. Можно вот здесь? Добавиться еще. Вот здесь давай. Успеем в магазин сходить? Да. Вы что туда сходим? В принципе, можете прям так не укомпультоваться. У вас всего будет 4 человека. Ну, любое место можно, да? Понял, хорошо. Одно место занимать, одна мудрость. Можете так, 3, 3 и уложите. Ну, отлично. Так, ну, пошли, Магалин. Пусть доброго. А где вот можно воды купить? Вот здесь вот магазин, в этом доме, подвал. Спасибо. Ребята, нас всего будет ехать 4 человека. Вы прикиньте? Я накрываюсь двумя пледами. Ну, каждый из нас будет спать на трех сиденьях. Как будто в поезде. А в этом доме есть магазин. В котором мы хотим купить водички. Аптека, улица, фонарь, ломбард 2,4%. Продукты. Покупай воду. Возьму наку минераль литровую. 60 рублей. У тебя в магазине нет? Да лучше подвальчик. Где? Да лучше. А, спасибо. А я подвальчик. А, вот. Я думал, это шаверма здесь. Где же все? Ну, что-то да. Ну, из ней баранка или кей-нибудь и в воду. Ой, ой, ой. Смотри, смотри. Что это? Кот. Бегал здесь. Кот, ты. Может, тебя в Камыкью отвезти? На 551 колбаса. Смотри, баранки. 551 пряники. Что взять? Да лучше баранки возьми. Маленькие. Или большие? Ну, средние, стандартные. Водичку. Литровую. Литровую воду. С газом. С газом. С газом. С газом, пожалуйста. 55 рублей. 55 забрали. И баранки. Бублики. Вот эти, да. 55 и 59. Хочу. Кота забрали. Не поедет он. Кого мы теперь? Время полшестого, ребята. Мы находимся в Николаевском районе. В Волгоградской области. Остановились в закусочной у Татьяны. Как говорят водители, здесь вкусно кормят. Пошли проверим, как тут кормят. Выспалась. По тебе видно, что выспалась. Хочу вам сказать, кафе у Татьяны имеет интересный дизайн и прекрасную обстановку. Есть сахар, сухарики, конфетки. Соусы, соль, черный перчик. Моя любимое чудовище. Что? Там? Заказали мы себе покушать, позавтракать на 400 рублей. Сейчас принесут. Сделаем обзорчик небольшой. Мне уже принесли полпорции харчо. Также принесли хлеб, который здесь бесплатный. Скажем прямо. Буду дегустировать, да? Нет. Скажи мне приятного аппетита. Спасибо. Любишь вот эту еду поснимать? Обязать. Мир должен знать, что я ем, понимаешь? Принесли гуляш из свинины и рис. Как на вкус? Очень вкусно. Очень вкусно? Приятного аппетита. Мы еще ждем вареники. Вот-вот должны закипеть. Харчо и гуляш были просто обалденные ребята. Пришла очередь вареников. Что скажешь о варениках? Вкусные? Свеженькие. Свеженькие. Только-только приготовленные. Но супер. Приятного нам аппетита. В третий раз. Очень вкусно позавтракали. Большое спасибо заведению у Татьяны за сей чудесный завтрак. Движемся далее в Калмыкию. Ребята, сидим в конце маршрутки. Такое ощущение, как будто едем на прыжки. Трясется все, блин. Подкидывает нас до самого потолка. Вы можете сейчас заметить, как камера трясется. Ужас. Ужас. Ну, как эти, водитель везет 100 буротин в кузове. И я туда не дрова везешь, блин. Так и у нас, блин. Ужасная трасса. О, господи, пожалуйста. Что это такое? Что это за трасса такая? Это катастрофа какая-то. Я не ездил по этой трассе, по Волгоградской. Лет 5-6, наверное. Лучше бы я еще столько же по ней не ездил. Я в шоке. Но мне чай подпрыгнет от души. Да, мы только что позавтракали. И у нас... Харчев вместе с чаем подпрыгивает. Вместе с нами. Красоты наши местные. Ох, ох. Волгоградские. 9 часов уже, ребята. Мы заехали на Лукойл заправочку в туалет. Находимся сейчас в славном городе Волгоград. Еще совсем немножко. И будем в Калмыкии. Цены на топливо. 92.38.20. 95.41.95. Солярка по 38.40. Дорого. Дорого. Бензин лучше. Время, ребята, 2 часа 0.3 минуты. Мы находимся на вокзале в славном городе Элиста. Вот он. ЖД и автовокзал. Взяли уже два билета до приютного. Сейчас надо матушке набрать. Сказать, что все нормально. Взяли билеты. Маршрутка отправляется в 14.15. В сторону Ставрополя. Все. Переоделась. Легче стало. Алло. Ма. Все, мы, короче, взяли два билета на маршрутку. Она в сторону Ставрополя идет в 14.15. Через, да, через 10 минут она отправляется. Так что все нормально. Не, уже не надо. Так что мы взяли билеты уже. Так что через час где-то будем дома. Все, давай. А как же без хлеба? Пока. Наша маршрутка уже стоит. Весь можно поставить? Мы это взяли уже. Все. Как много людей. Многолюдно. Очень. Вот как выглядит автостанция с фронтальной стороны. Лимонад-квас. Наша маршрутка одна единственная. Тут местные палатки. Где-то мы уже купили воду, да? Хорошая, прохладная? Хорошая. Советуешь? Да, действительно. Плюс 33 в тени. Где-то плюс 45 на солнышке, наверное. Тепло. Побольше. Спасибо. Так, на эти штуки Я вам сколько должен? 140 Все, до свидания А то! Конечно Все, ребята, мы приехали В приютное Ура! Ура, наконец-то! Маныч, да! Это у нас пенсионный фонд Московская 81А Для тех, кто не знает Это у нас Айрат, салон связи Прикинь, что сделали Фига себе Ребята, я дома не был целый год Какие-то столбы здесь закопали Цепь натянули Ты посмотри на погоду На небе не облачко Вы видите Красота Солнышко Здесь уже море Морем у нас не пахнет Часики наши, сцена Вот, видишь, покупочка А, покупочка Ну да, покупочка Называется Магазин ценопад Да Маныч Ручеек Остановка Здесь почта находится Там администрация находится Водка, коньяк, вино Все на месте Что-что? Валекающий набор спирт Ну да, видишь В ассортименте спиртные напитки А зачем нам что-то покупать? Все, что нужно, у нас есть Конечно Сбербанк России Приютненский Здесь там комат есть? Конечно А здесь у нас был Ростельхозбанк Но, видимо, он сейчас Не работает Да, смотрите Все заросло Печаль Здесь было большое-большое дерево Они его раз кромсали Видишь, остались одни пеньки Зачем она в тень попала? Не нужна она Салон Фотосфера Зайдем посмотрим Что в салоне у нас Здрасте Здравствуйте 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 У нас были фотографии 4х4 Знакомьтесь Валентина Ольга Здравствуйте Так, вот и все Тепло тут у вас, хочу вам сказать У нас тут жарко Это ты на такси, что ли, приехал? Нет Так, так, так Ну я тут тебе ничего снимать не буду, да? Ты не любишь этого? Не надо Ну и все А где кошка? Обедает Кошка обедает? Чтобы она не надоедала И голову вынесла Положила Как ее зовут? Марфуша? Марфа Марфуша Кошка Ай, ты рада меня видеть Котеночек Головку кушаешь Ой, умница А что это за цветок у тебя? Роза Роза Фу Пошли подсплить систему, а? Мы сейчас расплавимся Ой, не знаю